Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. С вами Элеонора, гид в Праге. Я нахожусь в местечке Мшены-Лазни. Это чешский курортный город, где отдыхают в основном пенсионеры. И речь видео пойдет о том, как живется пенсионерам в Чехии. Даже если вы не пенсионер и выход на пенсию не скоро, учитывая тенденции, задумываться о пенсии теперь надо уже с юного возраста. Ведь выход на пенсию прямо зависит не только от возраста, а, что немаловажно, и от рабочего стажа, то есть от того, сколько лет вы делали взносы на пенсионное страхование. Но давайте по порядку. В 2024 году в Чехии ожидается очередная пенсионная реформа, которая, по мнению правительства, позволит предотвратить крах всей пенсионной системы в стране. На настоящее время в Чехии более 2 миллионов 300 тысяч пенсионеров. И это количество, что, в общем-то, естественно, продолжает расти. Минимальная пенсия в настоящее время составляет 5167 крон, или 200 евро. Такую пенсию получает менее 1% пенсионеров. Есть счастливцы, пенсии у которых превышают сумму в 70 тысяч крон, или 2800 евро. И число их растет. Так, в 2019 году только 6 пенсионеров получали более 70 тысяч крон, а сейчас их число выросло до 51. Количество обеспеченных пенсионеров, у которых ежемесячная пенсия превышает 30 тысяч крон, или 1200 евро, по данным на 2021 год, составляет около 31 тысячи человек. Но это по-прежнему единицы. Остальные 2 с лишним миллиона чешских пенсионеров живут на гораздо более скромные пенсии. Средняя пенсия 18 тысяч крон, или 72 тысячи рублей, что составляет 45% от средней заработной платы. Для получения трудовой пенсии в Чехии необходимо выполнение двух условий. Первое – это возраст. В настоящее время право на пенсию по старости имеют люди, достигшие 65-летнего возраста. Досрочно выйти на пенсию можно, если человек проработал не менее 35 лет. Однако сумма, на которую он имеет право, ниже, чем при достижении установленного пенсионного возраста. Есть еще ограниченный список профессий для досрочного выхода на пенсию, например, пожарные, кузнецы, стекольщики и т.д. Второй пункт – это социальное страхование. В настоящее время на пенсию по старости имеют право люди, которые платили государству социальное страхование в течение 35 лет. Система выплат по социальному страхованию различается в зависимости от того, являетесь ли вы наемным работником, предпринимателем или работником по контракту. В Чехии в пенсионный стаж также включается период очного обучения, уход за ребенком до 4 лет, уход за беспомощным близким человеком-инвалидом, время военной службы в Чехии и время постановки на учет в Бюро по трудоустройству. В этих случаях государство выплачивает социальное страхование за человека. Кстати, в Чехии есть категория граждан, которые практически постоянно получают пособие по безработице, и я читала, что пенсию они тоже будут получать. Какие изменения принесет новая пенсионная реформа? Я вам расскажу о двух наиболее важных моментах. Однозначно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться, причем пенсионный возраст теперь будет связан с продолжительностью жизни. Что это значит? Правительство намерено отказаться от нынешнего фиксированного пенсионного возраста. Теперь его необходимо связать с ожидаемой продолжительностью жизни 50-летних, чтобы среднее время проведения на пенсии составило 21,5 года. Однако в феврале Чешское демографическое общество подвергло публичной критике привязку пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни 50-летних. По ее словам, существует риск неоправданных различий между поколениями, а повышение пенсионного возраста действительно может расти быстрее, чем будущая продолжительность жизни на пенсии. А еще пенсионеров, которые после выхода на пенсию останутся работать, будут поощрять. Рецепт удержания пожилых людей на рынке труда, даже после получения ими пенсии, заключается в отказе от социального страхования, выплачиваемого работником. Это в Чехии 6,5% от брутозарплаты, то есть зарплаты до вычета налогов. Фактически работающий таким образом пенсионер должен получать, например, на 1300 крон больше в месяц при окладе брутто в 20 тысяч крон. Проект пенсионной реформы уже одобрен правительством и поступил на рассмотрение в Сенат. Если Сенат его одобрит, то он поступит на одобрение президенту. Какой же отдых может себе позволить пенсионер? В Чехии масса санаториев и домов отдыха предлагают специальные программы для отдыха пенсионеров. Самый популярный и известный курортный город – это, конечно, Карловы Вары. Летом за шестидневный отдых можно найти предложение по цене от 400 евро. Сюда входит один осмотр у врача, 10 лечебных процедур, одно посещение бассейна, завтраки и ужины. Красоты и воздух Карловых Вар прилагаются абсолютно бесплатно. В Мшенных лазнях, где мы с вами сейчас находимся, в отличие от шумных Карловых Вар, намного спокойнее. Стоимость отдыха здесь за те же 6 дней с завтраками, уже и обедами и ужинами, процедурами и массажем составляет тоже около 400 евро. Лечат здесь в основном заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания и онкологические болезни. Впервые о целебном действии местной минеральной воды заговорили в 18 веке. Тогда же началось строительство курорта. В 1905 году был построен красивейший курортный дом в стиле модерн-дворан. Он служит столовой, рестораном и кафе. Вестибюль здания украшен фреской, изображающей красочную райскую птицу. Не все пенсионеры могут позволить себе такой отдых. Но если лечащий врач дает направление в санаторий на реабилитацию после операции или на лечение, то такое пребывание частично или полностью оплачивается медицинской страховой компанией. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, как у вас с пенсионной реформой и на что могут рассчитывать пенсионеры. Если видео полезно, поделитесь им в социальных сетях. Так вы сможете поддержать мой канал. Желаю всего самого наилучшего и до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok